здравствуйте дорогие друзья на связи дмитрий николаев и в сегодняшнем нашем обзоре кнопочный обычный телефон от китайских производителей h мобайл модель 16 который имеет трех с половиной дюймовый экран цена на него 26 долларов на алиэкспресс сам телефон выглядит очень даже так интересно и солидно скажем так при имея при этом небольшой вес комплектация тут простая это само зарядное устройство я уже два дня говорится гонял этот телефон тестировал и вот такие никакие наушники больше ничего комплектации нет даже руководство по эксплуатации но тут принципе она по большому счету и не нужно так как телефон сам по себе очень простой как говорится простая звонилка значит телефончик 2015 года выпуска как сказано вот в описании на алиэкспресс и как я уже говорил имеет трех с половиной дюймовый экран в соотношении сторон дисплея это 480 на 320 пикселей он поддерживает две сим-карты то есть давайте я сейчас покажу вот такая батарея был 4 и разделы вот для двух сим-карт и для карты памяти ну как пишет поддерживает до 16 гигабайт но вот я видел человек подключал и 32 гигабайта он ее нормально видел но у меня сейчас тут стоит стоит 4 гигабайтная карта памяти принципе тут больше ничего нечего показывать память сим-карты и батарея закрываем крышечку крышечка пластмассовая кнопочки нажимаются очень даже приятно на ощупь имеет вот такую подсветку сейчас получится вот такую и синюю подсветку оперативной памяти тут 128 мегабайт камера на 1 мегапиксель то есть камера тут так скажем никакая но тем не менее для такой цены снимать пробовал как и видео так и фото так можно сказать удовлетворительно поддерживает множество языков включая русский имеет также вибро сигнал то есть вибрация при звонке имеется в этом телефоне размер его размер как полноценный 5-дюймовый телефон если вот так брать в длину он 14 2 сантиметра на 6 сантиметров ширину и толщина 0 8 сантиметров очень даже такой тоненький телефончик частота диапазона это четыре основных частоты диапазона как пишется в описании на алиэкспресс поддерживается и работает везде gsm чистота также тут имеется функция mp3 fm радио fm радио работает даже без подключений наушников которые имеют обычный трех с половиной дюймовый разъем и вот этот разъем для зарядки и подключения к компьютеру компьютеру я его уже подключал видит компьютер его нормально то есть определяет как съемную карту памяти для передачи данных как видите нанесена русская клавиатура уже я так как примечание к заказу указал что нужно чтобы была и русская клавиатура с буквами и европейская розетка дополнительно я заказывал еще к нему карту памяти на 2 гигабайта но продавец даже положил на 4 гигабайта давайте посмотрим по самому меню разблокировка звездочкой тут вот вверху отображается дата я еще ее не выставлял дальше идет уровень сигнала sim-карт потом идет название самих sim-карт внизу идет время и две кнопки главное меню и контакты вот вы главное меню выглядит так то есть тут есть и контакты и сообщения журналы вызову настройки давайте перейдем настройки настройки вызовом тут выставляется как для двух sim-карт отмечаются какими сим-картами будет в режиме ожидания приема звонка звонок запрещен скрыть и другие настройки тут их немало автоматический повторный набор вибрации при соединении и так далее так дальше настройка телефона тут выставляется как раз время и дата настройка языка вот тут я уже выбрал русский язык настройка клавиш быстрого доступа то есть клавиши этого джойстика вверх-вниз влево-право правая кнопка это назначается какая тут будет правая кнопка контакты вверх фотоаппарат вниз fm-радио написать а сами сообщения и аудиопроигрыватель вправо-влево автоматическое включение выключение то есть можно задать время когда телефон полностью выключится например на ночь и когда он включится управление питанием показывает вот тут заряд батареи батарею в принципе держит так и по отзывам так вот я еще конечно не столько дней испытывал ее ну вот уже второй день буквально один кубик ушел в среднем при среднем использовании держит до трех дней последний раздел восстановить завод на заводские настройки код 1234 потому как нигде не был указан код я уже нашел его показать то есть тут экран анимации то есть при включении при выключении можно задать свою картинку или анимацию установить обои стандартные или другие картинки свои которые нормально открываются с карты памяти я уже туда их понакидывал настройки дисплея при простой телефона возможно что будет помимо время дата 2 sim карты еще аудио проигрыватель радио тут выставляется контраст время подсветки 10 секунд стоит и автоматическая блокировка клавиатуры стоит 30 секунд в безопасности все такое скажем стандартная блокировки и номер фиксированного обора черный список имеется можно вносить контакты и так далее и вот тут соединение теперь с сервер и также можно выбор сети сделать но принципе все это сразу установилась автоматически так дальше идет тут какие-то игры пока установлены две но принципе телефон покупался как звонилка обычная звонилка на 2 сим-карты родителям поэтому никаких игр не будет имеется диктофон неплохой диктофон я уже пробовал тут есть опции начать запись список файлов записи выбрать хранилище когда тем вставил телефон карту памяти она автоматически определила что можно записывать в хранилище и вот выбор естественно стоит в наилучшая запись видео это как раз вот эта видеокамера которая сразу пишет на карту памяти вот отсюда прямо можно его и воспроизвести видео форматы видео по крайней мере пробовал два обычным по 4 формат и 3g работает нормально вот я сейчас смотрю вот это видео которое записал она писалась даже в ави формате но также у меня есть на карте памяти два фильма сейчас я их открою вот так открывается тут проводником встроенным карта памяти и вот у меня есть раздел видео где сюда уже записан и вот этот файлик который я только что писал с видеокамеры и вот безумный макс парк юрского периода давайте попробуем его открыть и в принципе если нажать опции воспроизвести на весь экран то видео даже таки нормально без каких-либо тормозов воспроизводится на весь экран телефона где отсюда вот меняется громкость даже меня это очень при очень удивило что за такую цену в таком телефоне как говорится недорогом так хорошо идет вот такие фильмы вот таких форматах так это уже был проводник ну давайте я уже коль в проводнике тут нахожусь сразу открою вот тут аудио такие экспериментальные находятся файлики но громкость не перед громкость не передать через микрофон ну принципе и звучит громко хотя иногда и может похрипивать для этого можно выставить громкости или заранее сделать себе файлик на звонок да кстати сразу хочу сказать что индивидуально не прикрепляется каждая мелодия к каждому контакту и как и фото ну по крайней мере пока я этого не нашел так давайте выходим что тут еще есть ну вот это тут это этот самый проводник который только что вам показывал который может открыть сразу телефон что находится в телефоне и и что находится на карте памяти дальше вот тут интернет есть интернет я не пробовал тут и не то что никто не будет пользоваться это сто процентов хотя пишут что интернет по-разному себя ведет ну вот это как раз аудио проигрыватель который мы ты остановили только мелодию в аудио проигрыватель есть и эквалайзер и можно установить как звонок только установить как звонок на какую из sim-карт то есть при уходе звонка на какой sim карте будет звучать этот звонок давайте выходим назад fm-радио я еще не настраивал тут принципе можно автоматический поиск каналов произвести также и вручную поиск вбить нужный канал все можно сделать со временем так дальше ну вот это календарь тут что тут можно в календарем делать добавить задачу будет напоминать оповещать мелодии звонка каким сколько раз и так далее приложение и вот это как раз вот эти приложения тут есть калькулятор обычный калькулятор ничего сверхъестественного так дальше вот это я не знаю пока что вайта фонарик это вот фонарик который работает вот отсюда так его пока выключу фонарик пока мне не нужен так дальше память это какие-то записки заметки вернее электронная книга чтение электронных книг она сразу обратилась карте памяти и bluetooth то есть тут идет включение bluetooth и стандартные настройки как везде ну и дальше идут разнообразные инструменты так скажем виджеты которые относятся к интернету профили тут естественно настройка профилей давайте перейдем в режим настройки можно переименовать настраивать мелодию то есть звонок телефона по карточке или фиксированный звонок или выбрать свою мелодию на карте на карту один то же самая настройка звука сигнала смс звонок на вторую карточку и звонок по второй смс далее настроиваем громкость далее тип звонка вот идет сейчас звонок и вибрация то есть он хорошо так завибрировал даже все то же самое настраивается и для второй сим-карты и для второго смс сообщения на вторую сим-карту сигнал от других сообщений то есть клавиатуры бесшумные нажать окей сигнал разряда батареи идет оповещение звуковое звук включения выключения и тональный звук и так это были профили которые каждый настраивается как и везде индивидуально идет будильничек которые тоже можно настраивать и вот их сразу три будильника можно настраивать фото камера то есть то же самое что и видео только фото по контактам опции новый контакт выбираем куда его создавать телефон сим-карта например телефон тут даем имя любое вносим мобильный телефон и принципе тут еще можно добавить в группу группы тоже можно добавлять вот по большому счету вот и все об этом телефоне такое самое главное ничего тут такого лишнего нету простая недорогая звонилка который хорошо держит но по крайней мере вот я вижу по своим уровню сигналу хорошо держит сигнал нормально держит батарею но она ведь такой такие даже очень даже такой солидники хотя все пластмассовая но цена как я говорил уже 26 и 5 доллара на алиэкспрессе естественно ссылочка будет в описании под этим видеороликом вот сейчас у меня прямо открыта эта страница на этот на этот телефон сейчас я вам покажу вот цена его 26 и 45 долларов заряжается он нормально как и выключенном состоянии так и включенном точно так же хорошо заряжается при подключении через usb с usb из компьютера хорошо идет зарядка полностью заряжается все нормально я уже это опробовал кому не надо никаких наворотов а простой обычный телефон вот пожалуйста ко мне приехал примерно за 10-11 дней очень даже быстро отзывы о продавце только положительные поэтому заказывал я смело если кому надо пожалуйста вот ссылочка в описании на этом буду заканчивать всем спасибо за внимание кому нравятся мои уроки и обзоры подписывайтесь на канал ставьте лайки всего всем хорошего до скорых встреч спасибо что досмотрели это видео до конца подписаться на мой канал можно прямо отсюда нажав на вот эту кнопочку подписаться или с главной страницы моего канала как показано вот тут делитесь пожалуйста этим видеороликом в социальных сетях со своими друзьями как также показано вот тут перед вами плейлисты на все мои ролики выбирайте и интересующий вас раздел нажимайте на него и вы перейдете к полному списку всех моих видеороликов с вами был Дмитрий Николаев всего всем хорошего до скорых встреч до скорых встреч